Короче, берешь лук, помидор, огурец, кабачок и капусту. И хлеб, чуть-чуть. Хлеб плохой, его обычно не берите. Делайте салат из этого. Но на этот раз мы сделаем бутерброды. Эти овощи обязательно помойте, потому что грязными лучше не есть. Чуть-чуть капусты отрезал, остальное обратно в холодную. Итак, что мы здесь видим? Короче, все нарезано, лишние оставшиеся на следующие бутерброды. Хлебушек нарезан, я разогрел сковородочку заранее. Мы сейчас подожжем их немного, чтобы они стали крепче. И все будет. А, блин, я пропустил. Не показал вам, как в мастерске я все это делаю. Вот так. Оп, техника починения воли. А, воли хлеба. Далее, что мы делаем? Мы их, короче, переворачиваем, пока они не сгорели. Потому что в предыдущей пасте у меня хреном все черное было, как уголь. И это невкусно. Вкусно, когда тосты такие легенькие, классненькие. Итак, что мы делаем? Хлеб у нас готов. Так что, мы сейчас его весь разложим. Вот так. Кладем сюда сперва. А, блин. Просто так сделаем. Не хлопничкой. Капусты. Хоп-хоп. Хоп-хоп. Далее. Помидорку. Вот так. Вот так. В Польше. Далее кабачок. Помытый, тонко нарезанный. Как я люблю. Дальше. А, лук. Луковые колечки. Я лук люблю. Не брезгую. Вот так вот. Если что, можно завязать с чесноком, чтобы не было запаха лука. Чеснок спасет. Вот так. И вот так. И сверху накрываешь. Хоп. Хоп. Вот. А потом все это дело дерзко уплетают с просмотром фильма нормального. Вот что делаешь, когда ты рез проголодался.